Всем привет! Вы находитесь на канале Айхалстер Макросс и с вами Олег Буземичев. Тема сегодняшнего обзора давно уже меня подписчики просили снять плиту, температуру плиты в цокольном этаже. Там у нас она не утепленная, потому что есть на канале видео в каких случаях можно утеплять плиту фундамента. Это плиту в цокольном этаже, в каких можно ее не утеплять. Подробное видео, ссылка в описании. Или вот здесь вот подсказка на это видео. Итак, сейчас мы сразу посмотрим температуру в доме. На улице у нас 4 октября, сейчас температура 5 градусов, днем она где-то поднимается 14-15, но такие резкие перепады. Но самое интересное именно посмотреть какая у нас температура в цокольном этаже. Ну и заодно посмотрим теплоустойчивое здание. Итак, вот этот дом стоял без окон, без дверей всю зиму. Окна вставили, по-моему, в начале июня где-то вставлены были окна. Есть видео про окна на этом канале. И тот воздух, который по конструкции гулял, пока не было окна, он нагрел здание. И вот на данный момент температура, ну давайте посмотрим, вот у нас температура здесь плюс 20. Где-то в августе месяце я снимал видео. Была такая же температура плюс 20. Это вот теплоустойчивое здание. Но сейчас мы спустимся в цокольный этаж и посмотрим, какая температура плиты. Ну и заодно померим стены. Перед этим у меня был здесь подписчик Василий Игонин. Мы что-то начали снимать, но у нас проблема там с камерой, со звуком была. Я какие-то вставки вставлю, какие-то, что есть из его комментариев. Ну а теперь давайте посмотрим, какая температура стен. Вот это у нас наружная стена. Смотрим, какая здесь температура. 19,1. За этой стеной экструзивный пенопластиров 100 миллиметров. Фактически, вот у нас гостевая комната здесь. Дальше мы пройдемся в тому коридору, вот в ту комнату. И померим температуру там. Здесь сквозняки, потому что там вентиляция открыта, здесь вот сквозняков нет. Посмотрим, что у нас здесь. Давайте возьмем здесь. Наклоняем камеру и смотрим. 17,7 и 17,6. Ну примерно вот такая температура. Давайте посмотрим на стенах. 19,3. Это наружные стены. 19,4 и 19,5. Здесь почему-то теплее. Берем погрешность пирометра. Внутренняя перегородка. 19,4. Давайте посмотрим высоту это на потолках. 19,7. Ну где-то так. Это видео для тех, которые говорят, что в подвале должно быть там сыро и холодно. Вот такие температуры в неотапливаемом помещении, в доме, который построен по технологии E-хаус Термоплюс. В каких случаях, опять же, можно не утеплять, смотрите ссылку в описании под видео или в закрепленном комментарии. Это будет ответ на вопрос. Добавлю только одно. Здесь песок. Грунт и песок. Здесь не суглинки, не глины. И кварцевый песок, здесь чистый песок, он набирает очень много тепла. Он сухой тем более. Ну, наверное, на пляже многие же лежали на песке, он горячий. Если подушка песчаная, основа природная, то можно аккумуляцию именно тепла, вернее, использовать грунт в качестве аккумулятора тепла. Главное, чтобы там было сухо, не был он насыщен водой. Если там глины какие-то, суглинки, вы сделали какую-то подушку в основании фундамента, скорее всего, нужно будет вам сделать утепление. Вот мы спустились в цокольный этаж и скажи, вот как тебе микроглимат по влажности? Мне очень комфортно здесь. Чувствую здесь, что здесь в подвале. Слухо, что в подвале нет, как в обычном помещении, на втором этаже, на третьем. Тепло. То есть, сухость, нет такого ощущения подвала, сырости и холода, какого-то повышенной влажности. Ну, здесь вот что сделано. Здесь бетонная подготовка внизу, 100 миллиметров. Дальше у нас гидроизоляция, чтобы эта капиллярная влага не подсасывала. И дальше 200 миллиметров бетона. Все, больше здесь ничего нет, здесь даже утеплителя нет. Так как у нас это помещение, оно гублено, у нас это ползается гублено. Сама плетона 2 метра, а так у нас это гублено 2 метра 65 отверху. То у нас зона 2 начинается вот отсюда, от края стены 2 метра, вот где-то заканчивается. Это одна зона потеплопотеря. Вот здесь у нас дальше зона 3 заканчивается. И вот этот коридор, вот этот коридор, это зона 4 потеплопотеря. Из-за чего здесь утеплитель не делал, а так как здесь песок, здесь песок, сухой песок, фактически мы используем его как аккумулятор теплоотомечен. И вот смотри, какая температура должна быть здесь, вот так думаешь? Нет, ну так в простом доме, да, 5-этажный момент товар, я пил 14-15 градусов. Здесь много ощущений, это 20. Нет, ну здесь, наверное, даже 14-15 будет, вот я взял прибор, сейчас интересно поменять. Нет, это 18,6. 19 градусов. 19 градусов. Шкура моя, я не попила. Шкура тебе, я твоя не попила. Сейчас мы вам покажем в зоне номер 14, сколько температуры. Ну такая же. Здесь вот 18,1. Ну а теперь давайте посмотрим температуру в доме, там стены. И в принципе мы к этому вопросу, в доме нету ни отопления, ничего. Утеплен пирплитами 120 мм дальше везде по технологии i-хаус термоплюс. И мы посмотрим, именно что у нас сейчас творится и следующий замер, вот как буду на этом объекте зимой. Потому что здесь отопления нету. Также сделаем еще один замер. Ну, простоит он до Нового года. Не понятно, или не простоит. Но здесь мы будем опускать температуру максимум до 7 градусов. Почему до 7 градусов? Потому что нельзя окна оставлять при температуре ниже 5 градусов. Ну, стеклопакеты могут нарушить герметичность. Это бесплатный совет. Кто любит вставить окна без отопления. Здесь, в принципе, уже проведен газ. Вот у нас все есть. Для этого просто не хватает времени купить именно газовый котел и сделать отопление. Ну, если, говорю, критическая такая будет у нас температура. Сразу газовый котел поставим и поставим там, ну, просто разбросаем несколько радиаторов, лишь бы там поддерживало тепло. Ну, не думаю, что тут будет такая критическая ситуация. Кстати, давайте померим сразу температуру вот в этом помещении. 19,9 на полу. Видно, 17,3. 17,2. Померим температуру здесь. Кстати, у нас вся вентиляция открыта. Все тепло уходит. Вот, посмотрите, вот вся вентиляция открыта. Все тепло уходит. Надо ее пакетами закрыть. 19,2. Что у нас там вентиляции? Ой, там даже 20. Ну, наверное, уже. Ага. Вот здесь плита наверху 19,7. 19,6. Ну, пойдемте на первый этаж. Вот мы подошли еще к одному воробуснику визит. Если присмотреться, он даже немножко туда-сюда кружится. Это говорит о том, что здесь происходит воздушная конвекция, потоки воздуха. Здесь у нас где-то там 20, может 21. Видно, наверное. Ну что, посмотрим температуру здесь, какая у нас. 19,5. 19,4. На этой стене. 18,9. Так, а на полу у нас что творится? 19,7. 19,7. 19,8. Ну-ка, а там пол. Сколько градусов? Ну, в принципе, такая же картина. Ну, а сейчас давайте померяем температуру воздуха на улице. Выйдем на улицу и увидим. Да, здесь немного прохладно. Вон там вдалеке металлический забор. Металл быстро остывает. Наводим на него. Вот. Это у нас 10 часов вечера, 5 градусов. Вот такая температура у нас. Это видео было ответ на вопрос, именно какая температура плиты. Помещение неотапливаемое. Вентиляция до сих пор работает, открытая везде. И оно так держит в помещении. Это в помещении воздух. Ну, самое главное, это вопрос, ответ, какая температура плиты именно в цокольном этаже. Потому что многих вопрос, утеплять, не утеплять. Вот он как-то колебется, потому что это все-таки деньги. Я на него, думаю, ответил и показал примерно температуру. Если в помещении будет у нас теплоноситель работать, конечно, там температура будет намного выше. Всем пока, до новых встреч. С вами был Олег Кузьмичев. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Единственное, оставляйте комментарии, пожалуйста, именно по существу. Читайте название ролика. Потому что вот сейчас ролик вышел про пирплиту, которая на фасаде не трещит. Мы просто показываем, что она не трещит. Вот, там какой-то полоумный такой чувак взял, начал про какую-то паропроницаемость нести. У нас ролики есть про паропроницаемость, там про все. Но он все равно на своей волне. Читайте внимательно название ролика. И тема это именно плиты. Это мы вот попутно сейчас все это сделали. Просто зафиксировать, какая у нас температура на данном этапе стен. Все, всем пока. Лайки, комментарии. С вами был Олег Кузьмичев. С вами был Олег Кузьмичев.